Всем привет! Сегодня я покажу комплекс для омоложения шеи, а именно устранения морщин и дряблости под подбородком. Также мы нормализуем статику шеи и вернем шее ее физиологичную длину и правильный изгиб в шейном отделе. Однажды я уже снимала для вас комплекс для омоложения шеи и устранения дряблости под подбородком. Это видео набрало огромное количество просмотров, а это значит, что многие из вас заинтересованы этими упражнениями и регулярно их выполняют. А для того, чтобы выполнение приемов приносило наилучший результат, комплексы желательно менять, внося в них новые приемы и элементы. И сегодня я приготовила для вас обновленный комплекс для того, чтобы шея оставалась молодой и красивой. Некоторые базовые приемы я решила сохранить, но внесла в них изменения. Также я включила в этот комплекс абсолютно новые упражнения. Итак, начнем. Есть очень некрасивый термин индюшачья шея. Мне очень неприятно его озвучивать и тем более применять его к женщинам. Но тем не менее, я часто слышу такое сравнение от самих женщин. А все потому, что кожа на шее и под подбородком становится очень дряблой. Появляется множество заломов. Усугубляются горизонтальные заломы, которые называют кольца Венеры, и появляются тяжи. На качестве кожи, конечно, отражается гормональная перестройка. Это естественные изменения, на которые мы не можем повлиять, но можем скорректировать. Потерю тонуса кожи, которая связана с естественным старением, можно нивелировать за счет сохранения нормальной статики шеи и сохранения физиологичной длины шейного отдела. Ведь если статика шеи нарушена, голова уходит вперед, находится в постоянном наклоне, шейный отдел укорачивается, чему способствует неправильная осанка и закрепощенный грудной отдел, все это подчеркивает увядание кожи. Кожа покрывается сетью мелких морщин и множеством складок, а те комментарии, которые многие пишут, что якобы ничего уже не поможет, это возраст, являются лишь оправданием. Как я уже сказала, старению шеи способствует не только гормональная перестройка, которая приводит к замедлению выработки коллагена и эластина, но и неправильная осанка и укорочение шеи. Поэтому наш комплекс мы начнем с приемов для коррекции осанки. Для выполнения некоторых приемов нам понадобится полотенце и первый прием для раскрытия грудного отдела. Поднимаем полотенце вверх, сгибаем руки в локтях под прямым углом и заводим полотенце за голову. Выполняем этот прием 10-15 раз. Во время выполнения этого приема стараемся максимально раскрыть грудной отдел и свести лопатки вместе. Следующий прием для раскрытия грудного отдела. Поднимаем прямые руки с полотенцем вверх и делаем 4-5 мелких покачивающих движений руками назад. Затем опускаем руки и повторяем этот прием еще два раза. Затем сгибаем руки под прямым углом. Полотенце натянуто, руки сильные и делаем мелко амплитудные покачивающие движения корпусом в стороны. 4 раза в каждую сторону. Переходим к нашей шее и мышцам трапеции, в которых копится наибольшее напряжение. И пока полотенце в руках, сделаем разогрев тканей задней поверхности шеи. Берем полотенце, фиксируем его на задней поверхности шеи. Концы полотенца натягиваем вперед и выполняем мелкие движения полотенцем, сдвигая ткани, но при этом не оказывая трения по коже. Во время выполнения этого приема стараемся сохранять правильную осанку и наклон головы. Взгляд направлен вперед. Сделаем массаж трапециевидной мышцы. Противоположной рукой захватываем ткани в хорошую складку и прокатываем складку снизу вверх. Выполняем этот прием 3-4 раза. Переходим на другую сторону и прокатываем складку 3-4 раза снизу вверх. Затем сделаем сепарирование задней поверхности шеи. Наклоняем голову вниз, захватываем ткани в хорошую складку и начинаем ее перетирать. Затем сделаем глубокие проглаживающие движения задней поверхности шеи, боковой поверхности шеи. Сверху вниз и с другой стороны. И еще один прием для расслабления трапециевидной мышцы хочу показать с помощью теннисных мячиков. Складываем мячики в эластичный чулок и располагаем их в области трапециевидной мышцы. Ложимся на жесткую поверхность и находимся в таком положении от 1 до 3 минут. Такой прием отлично расслабляет триггерные точки в трапециевидной мышце. Следующий прием. Наклоняем голову вниз, руками оказываем мягкое давление и фиксируем это положение на 10 секунд. Чувствуем вытяжение позвоночника до грудного отдела. Затем делаем 10 покачивающих движений головой вверх, при этом оказываем мягкое сопротивление руками. Следующий прием для расслабления и растяжения боковых мышц шеи. Наклоняем голову к плечу, ухом тянемся в потолок, рукой оказываем мягкое давление, а противоположным плечом выполняем мелкоамплитудные движения вверх-вниз. Чувствуем вытяжение боковой поверхности шеи. Делаем 10 покачивающих движений вверх-вниз. Затем делаем этот прием на другую сторону, рукой оказываем мягкое давление, ухом тянемся в потолок и выполняем 10 покачивающих движений плечом вверх-вниз. Движение плавное. Следующий классический базовый прием – повороты головы в стороны. Поворачиваем голову в сторону, стараемся заглянуть за плечом. И в этот момент прижимаем язык к небу. Выполняем этот прием 5 раз в каждую сторону, при этом не забывая прижимать язык к верхнему небу. Выполняем этот прием с одновременным прижатием языка к небу, мы не только работаем с мышцами шеи, но и укрепляем подъязычную зону, делая овал лица более четким. Благодаря следующему приему мы также укрепляем подъязычную зону, расслабляем мышцу платизму и возвращаем шее ее нормальный физиологичный изгиб, который сглаживается при гиполордозе. Располагаем полотенце на задней поверхности шеи, поднимаем подбородок вверх. Полотенце нам необходимо для подстраховки, чтобы не запрокидывать излишне голову назад. Подняли подбородок вверх и 10 раз с усилием прижимаем язык к небу, чувствуем вытяжение мышцы платизмы. Следующий прием для нормализации статики шеи. Фиксируем себя руками для того, чтобы грудная клетка была неподвижна, опускаем подбородок вниз, выдвигаем голову вперед, вверх и возвращаем голову назад. Внешне этот прием напоминает упражнение кошечка, только в случае с шеей. Выполняем этот прием 10 раз. Работаем стежами платизма. Тяжи – это края мышцы шеи, которые при напряжении контурируются и тянутся вниз, как две вертикальные ножки от подбородка до ключицы. Работаем стежами следующим образом. Захватываем ткани под подбородком в хорошую складку и прижимаем язык к небу. Во время выполнения этого приема очень важно захватить в складку мышцы платизма. Важно сохранять правильную осанку и приподнять подбородок. Пять раз прижимаем язык к верхнему небу. Чувствуем под пальцами движение мышцы платизма. Переставляем пальцы, делаем еще один захват и с усилием прижимаем язык к небу. Выполняем еще один захват. Прижимаем язык к небу пять раз. Этот прием особенно хорош при первых признаках формирования тяжей. Отлично расслабляет мышцу и уменьшает проявление тяжей. Расслабим грудиноключично-сосцевидную мышцу. Для того, чтобы ее прочувствовать, поверните голову в сторону и немного наклоните к плечу. Захватили грудиноключично-сосцевидную мышцу возле ключицы. Немного отодвинули ее от центра и пять раз прижимаем язык к небу. Чувствуем под пальцами движение и вытяжение мышцы ГКС. Затем переставляем пальцы вверх по мышце и выполняем этот прием еще пять раз. То есть прижимаем язык к небу пять раз. И еще один захват. Захватили мышцу ГКС. Слегка отодвинули ее от центра и пять раз прижимаем язык к небу. Переходим на другую сторону. Захватили мышцу возле ключицы. Немного сдвинули ее от центра и прижимаем язык к небу. Переставляем пальцы. И еще один захват. Захватили мышцу ГКС. Устраняем фиброз и залипание между тканями в области декольте. Укладываем ладонь в области декольте. Хорошенько ее фиксируем. И помогаем себе плечами, сдвигая ткани с грудной клетки. Выполняем этот прием пять-шесть раз. Затем переходим на другую сторону. Фиксируем ладонь. И сдвигаем ткани с грудной клетки. Следующий прием для устранения фиброза. Захватываем ткани в области декольте в хорошую складку вместе с мышцей. Собрали, отпустили. Собрали, отпустили. И таким образом мы прорабатываем каждый участок. Улучшаем кровообращение. И омолаживаем зону декольте. Это может быть довольно чувствительно. Но только в первое время. И заканчиваем наш комплекс этапом ухода. Мало нанести крем на кожу, важно сделать это правильно. Сохраняя при этом правильную осанку и вытянув шею. Для этого нам понадобится небольшое количество крема. Наносим его на область шеи и декольте. Затем сбрызгиваем сверху гидролатом или простой водой или минеральной водой. И выполняем массаж следующим образом. Скользим по коже в области декольте от центра в стороны. Скользим по коже, но при этом воздействуем на мышцы. Переходим на другую сторону. Переходим к области шеи. Поверностно скользим по передней поверхности шеи. Разворачиваем подбородок. Скользим под челюстной дугой. И спускаемся вниз по боковой поверхности шеи. Благодаря крему и влаге мы скользим по коже, не растягивая ее, но при этом удлиняем мышцы. И переходим на другую сторону. Итак, наш комплекс готов. Его можно выполнять в первые полторы-две недели ежедневно. А затем перейти в поддерживающий режим 2-3 раза в неделю. Этот комплекс вы также можете чередовать и с предыдущим комплексом. Ссылку на него я оставлю в описании. И если это видео было вам полезно, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, рекомендуйте друзьям. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео.